Хворума нет. На депутатской сессии присутствовали 16 человек из 26. Для голосования же необходимо, чтобы в зале находились не менее 18 членов собрания депутатов. Принятие бюджета, которого ждет весь город, опять откладывается. В МИАСе состоялось заседание согласительной комиссии по бюджету. На нем были приняты некоторые поправки, предлагаемые депутатами. Из 12 членов комиссии 11 проголосовали за. Воздержался лишь депутат Сергей Гаврюшкин. Сегодня состоялась профильная комиссия. На ней также почти единогласно приняли обновленный проект бюджета. Все ожидали, что в скором времени главный финансовый документ округа будет принят на внеочередной сессии. Но этого не произошло. На заседание не явилось почти половина собрания депутатов. Есть три группы депутатов. Одна группа депутатов, которых устроит в принципе любой бюджет. Они готовы поддержать любой документ, который есть. Вторая группа депутатов, скажем так, достаточно большая. Это та группа депутатов, которой важно, что находится в бюджете и заложены ли те направления, за которые бьются их избиратели. Но остается и третья категория, которая в принципе недовольна сложившейся ситуацией в городе. Я думаю, что определенную роль сыграла та ситуация вчера, когда части депутатов разложили на машины венки. Комментировать здесь как бы не готов, но я думаю, что она тоже сыграла свою роль. Из 26 народных избранников на сессии присутствовало всего 16. А к воруму, необходимый для голосования, 18 человек. Только двое членов собрания предупредили о своем отсутствии заранее. Некоторые депутаты открыто выразили свое мнение о сложившейся ситуации и поступке коллег. Присутствующие на собрании депутаты единогласно высказались за принятие бюджета. После напряженной работы согласительной комиссии расходная часть увеличилась больше, чем на 20 миллионов рублей. Эти деньги запланировали потратить на проработку и реализацию социальных программ, дополнительное финансирование работы депутатов, поддержку спорта и образования. Администрация пошла навстречу нам, депутатам, и дополнительных 500 тысяч им выделяют еще 500 тысяч. То есть миллион. Мы уже можем, так сказать, отчитаться так же, как депутаты перед избирателями, что мы сделаем и городки, и сделаем благоустройство на этот миллион. Мы их не тратим по каким-то, только благоустройство и строительство детских и спортивных сооружений. Дополнительное финансирование депутатов, которого они так хотели, внесено в бюджет, а сами народные избранники не потрудились приехать на сессию. Присутствовавшие в зале представители общественности задали вопрос, как можно повлиять на депутатов-двоечников. Евгений Степовик отметил, что призвать депутатов быть более ответственными могут лишь сами избиратели, выразив фото недоверия. Еще одна сессия назначена на 21 декабря. Удастся ли собрать на ней необходимое количество голосов? И будет ли все-таки принят бюджет до конца этого года? Этот вопрос пока остается открытым. Поддержали талантливую молодежь. Обладателями ежегодной стипендии губернатора Челябинской области стали трое миасцев. В конгресс отеля «Малахит» прошла ежегодная молодежная ассамблея, одно из самых ярких событий в жизни активистов региона. Более ста лучших молодых южноуральцев были отмечены за достижения в науке, культуре, творчестве, спорте и общественной деятельности. 65 талантливых школьников и студентов награждены благодарностью и денежным поощрением. Герой нашего следующего сюжета стал одним из обладателей губернаторской премии в этом году. В спортзале 29-й школы проходит необычная тренировка. С ракеткой в руках герой нашего сюжета преподает школьникам настольный теннис. Эту секцию Виктор Бетхольд задумал несколько лет назад, когда еще сам был школьником. Кстати, в этих же стенах. Сегодня тренер настольного тенниса в Миасе ведет активную социально значимую деятельность, участвует в самодеятельности и даже выпустил целый альбом в стиле рэп. Менять мир вокруг себя к лучшему – такую установку считает своей жизненной позицией. Если хочешь что-то сменить, начни с себя. То есть, здесь действительно, на самом деле, есть над чем поработать. Вот тот же настольный теннис. Вот буквально даже вот это видео, то, что вы сейчас мне снимаете, да, возможно, кто-то уже благодаря этому видео узнает, что настольный теннис действительно существует, он еще жив в нашем городе, и может появится желание заниматься. Утро в Южноуральском университете. Четвертый курс факультета экономики, управления и права. Виктор рассказывает преподавателю и сокурсникам о своей работе по добросовестной и недобросовестной конкуренции. День у студента расписан по минутам. Успеть предстоит многое. Студенты и вузовские знакомые называют Виктора смышленым парнем, избегая обидных слов «умник» или «заучка», считая его душой любой компании. Преподаватели дают только положительные характеристики, предрекая студенту перспективную карьеру. Я даже иногда так говорю, что он у нас и петь, и плясать, и даже крестиком вышивает. Но помимо творческих заданий, конечно же, показал и очень хорошие результаты в учебе. То есть всегда на занятиях, всегда выполняет поставленные задачи, пользуется авторитетом. Ну и безусловно, вот как раз ему такой небольшой подарок, группа заключительная, то есть она уже на выходе у нас на дипломное проектирование выходит. Он получил вот у нас стипендию губернатора. Речь идет о стипендии за высокие достижения в обучении и социально значимую деятельность в составе молодежных творческих коллективов «Успехи в развитии спорта». На встрече главы МИАСского городского округа с представителями активной молодежи Виктора поздравляют представители муниципалитета МИАСа. Сегодня повестка – это чествование стипендиатов премии губернатора Челябинской области, которые получили три человека из МИАСского городского округа на молодежной ассамблее, которая прошла 12 декабря в Челябинске. Напомним, что 12 декабря в конгресс отелей «Малахит» прошла ежегодная молодежная ассамблея. Более ста лучших молодых южноуральцев были отмечены за достижения в науке, культуре, творчестве, спорте и общественной деятельности. Стипендиатами от МИАСа стали Виктор Бетхольд, Алина Таганова и Гузель Фатахова. Валентина Ефимов, Андрей Назарук, ОТВ МИАС. Налоговики напоминают, в следующем году особое внимание нужно уделить контрольно-кассовой технике. Ведь уже с 1 февраля нового года регистрировать такую технику придется по новым правилам. Подробности далее. Межрайонная налоговая служба сообщает, с июля этого года вступили в силу изменения в законе о применении контрольно-кассовой техники. Переход к изменениям в данном законе будет поэтапным. С 1 февраля 2017 года регистрация контрольно-кассовой техники будет осуществляться только по новому порядку. А с 1 июля нового года старый порядок полностью прекратит свое действие. При этом для налогоплательщиков, которые осуществляют свою деятельность в сфере услуг, а также лица, которые работают с применением ЕНВД или патентной системы налогобложения, то есть тот малый бизнес, который ранее не был обязан применять контрольно-кассовую технику, все-таки должны будут ее применять, начиная с 1 июля 2018 года. Процедуру снятия контрольно-кассовой техники старого образца с регистрационного учета стоит начать уже сейчас. Сделать это можно в налоговой инспекции в кабинете номер 109. Для работы по новой технологии необходимо приобрести новую технику или провести модернизацию старой техники с последующей регистрацией в инспекции. В случае возникновения вопросов можно обратиться в инспекцию по телефону 520-111-520-621 или получить более подробную информацию на сайте, адрес на экране. Утро началось с пожара. Жители дома 18 по улице Орловской сегодня проснулись от едкого дыма и запаха гари. В одной из квартир на пятом этаже произошел пожар. Соседей и жильцов загоревшейся квартиры пришлось экстренно эвакуировать из задымленного дома. Подробности происшествия выяснила Наталья Русина. Кот погиб, я сгорел. Я котенка сгибаю. Больше всего 48-летней Марине так зовут погорелицу. Жалко котенка, который погиб в огне. Пожар случился в 7 утра. Первое возгорание и дым заметила жительница соседнего дома, которая и вызвала огнеборцев. Сама же хозяйка квартиры мирно спала в этот момент. Проснулся только ее сын, который пытался спасти своего дядю, из-за которого и произошла трагедия. Молодой человек хотел выбить окна и спасти родственника. А сын, видать, проснулся от того, чтобы отдыхаться начал. Выбил себе стекло в комнате. Хотел вообще выпрыгнуть. О дне женщина отзывается не очень хорошо. Известно, что незадолго до трагедии родной брат избил ее, а в ночь перед пожаром употребил много алкоголя. И из-за всего этого женщине даже не жалко своего родного брата. Я вышел в коридор и отдыхаться начала. А с этим уродом пусть подыхает. Он синяк до сих пор под глазом. Задыхаясь от дыма, женщина смогла самостоятельно открыть дверь пожарным. Ее и соседи экстренно эвакуировали из задымленного подъезда. В квартире пожарные обнаружили молодого человека и его дядю. Брат хозяйки закурил в одной из комнат, что явилось предварительной причиной пожара. Сейчас на месте происшествия работают дознаватели. Им предстоит установить истинную причину возгорания. Мужчины сейчас находятся во второй городской больнице. Об их состоянии нам рассказал заведующий отделением травматологии. Племянник увидал дым, полез спасать. Дядю разбил окно, порезал себе руки очень сильно. Руки были ушиты. Дядя в тяжелом состоянии, ожог верхних дыхательных путей или отравление угарным газом. Ну и накануне употреблял очень много алкоголя. Может быть и алкогольная кома. А пока, так сказать, состояние пока тяжелое и прогнозы пока непонятные. От пожара пострадали не только жильцы сгоревшей квартиры, но и их соседи снизу. В квартире сильно поврежден потолок и хозяева планируют подавать в суд на погорельцев. Однако они ждут положительного исхода. Ведь пострадавшие в огне нигде не работают. Наталья Русина, Андрей Назарук, ОТВ МИАС. Мастера парикмахерского искусства собрались в одном месте, чтобы показать свои умения. Шоу-причесок ежегодно устраивают в МИАСском геолого-разведочном колледже. В этом году организаторы конкурса решили сделать мероприятие тематическим. В шоу «Эпохи» приняли участие 7 студентов-мастеров и 21 модель. Это дефиле фантазийное. Каждый мастер выразил себя через модель. Всего же на сцене побывала 21 модель. Шоу-причесок «Эпохи» прошло в одном из колледжей города. Здесь обучают премудростям парикмахерского искусства. Такое шоу проводят ежегодно. В преддверии Нового года организаторы решили удивить всех новым форматом мероприятия. Модели представляли разные эпохи, от Средневековья до наших дней. В 21 веке демонстрировали и фантазийные прически. «Милену» мы делали около часа. Она была у нас на двух эпохах. Мы сначала делали 50-е, это была волна. А также после мы переделали ее фантазию. Фантазия – там все, что захочешь, импровизация. Мы импровизировали, и получился небольшой начес, как шаг. Получилось красиво, всем понравилось, нам тоже. Моделями были студентки того же колледжа, но у младших курсов. Девушки с удовольствием принимают участие в подобном мероприятии. Я вообще уже в таком мероприятии участвую второй раз. Мне вообще нравятся подобные рода шоу. Организатор такого масштабного мероприятия – преподаватель колледжа. Ирина Родионова старается привить своим студенткам не только прилежность в учебе, но и творческий настрой. Именно для этого она организовала шоу причесок. Они захотели себя показать как мастера. Делали прически, макияж, то есть все образ полностью продумывали. Эпохи у нас были средневековье, затем у нас мы показали русские народные, то есть русская народная эпоха, без нее никуда. Пятидесятые, девяностые, фантазию мы включили и современные. Совсем скоро студентам четвертого курса предстоит защита своих дипломных проектов и участие в шоу причесок – для них хорошая репетиция этого ответственного мероприятия. Продукты здорового питания, всевозможные сорта меда и новые кондитерские деликатесы. В МИАСе работает традиционная выставка-продажа, на которой можно продегустировать интересующие продукты и приобрести их. За вкусными конфетами и кондитерскими изделиями на продовольственной выставке вновь собралась очередь. От изобилия всевозможных сортов у посетителей разбегаются глаза. На суд МИАСов организаторы в этот раз привезли казахстанские конфеты и шоколад фабрики «Рахат» и «Баян-Сулум». Огромный выбор карамели. Эксклюзивом этого привоза стала белевская пастила ручной работы. Она делается по старинным русским рецептам с 1888 года. Еще одной новинкой стали новые виды «Рахат-Лукума». Есть у нас «Рахат-Лукума» по традиционным восточным рецептам, есть «Рахат-Лукума» крымские, которые тоже имеют свой колорит. Выбор тоже большой, продукция интересная, оригинальная. На выставке посетители могут не только продегустировать, но и приобрести понравившийся товар к новогоднему столу или в качестве подарка. Оригинальная и красочная упаковка придают сладким подаркам эксклюзивность. Выставка представлена не только кондитерскими изделиями, но и всевозможными сортами меда. Располагается она, как всегда, во дворце автомобилей строителей. Встречает мясо перед входом ягодная лавка. Здесь представлены в замороженном виде самые популярные сорта ягод. Клубника и земляника, вишня и облепиха. Есть и зеленый горошек к новогоднему столу. Наша продукция вся собрана в Тюменской области. Она является глубокой заморозкой. И все витаминки в ней. Выставка работает 20 и 21 декабря в ДК «Автомобили строителей» с 10 утра до 7 вечера. У меня на сегодня все. Наши сюжеты доступны на сайте 1ovo.ru, а также в группе ВКонтакте «Телевидение МИАСа». Предложить свою тему для сюжета можно по телефону 25 00 55. Спасибо, что были с нами.